Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня я вам готова рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Ошибка резидента, предполагаемого украинского шпиона, отправили домой. Пробные рейсы. В Самаре запустили первые дачные маршруты. Серб и молот. Футболист Крыльев Советов Милан Родич вышел на субботник. Гражданин Украины, задержанного в Самаре по подозрению шпионажа, депортировали в Донинскую область для дальнейшего разбирательства. По данным Самарского управления ФСБ, мужчина может быть причастен к обстрелам территории ДНР и, возможно, является наводчиком. 27-летний гражданин на протяжении шести часов следил за Самарским железнодорожным вокзалом. Его задержали 19 марта. Силовики выяснили, что он принадлежит к агентурному аппарату подразделения «Спецрезерв» разведки Минобороны Украины. На просе он признался, что собирал информацию о военных объектах в ДНР Ростовской и Самарской областях. Изучал схему зданий, количество видеокамер и полицейских. А вот Министерство обороны Украины заявило, что мужчина не имеет отношения к украинской разведке. Губернатор Николай Меркушкин встретился с недавно избранным главой Тольятти Сергеем Анташевым и рассказал о проведенных переговорах с немецкой компанией, производящей стальные радиаторы. Он начнет работать с июня на территории особоэкономической зоны и к началу 2018 года планирует выйти на полную мощность, создать около 100 рабочих мест. Глава региона рассказал о решении выделить дополнительные 15 миллионов рублей на строительство здания Поволжского православного института и о выделении средств областного бюджета на благоустройство города. Сергей Анташев сообщил, что в Тольятти нуждаются в ремонте внутриквартальных дорог и строительстве новых спортобъектов. Эти инициативы губернатор поддержал. 250 миллионов мы выделяем дополнительно на Тольятти на дороге. И окончательно решили вопрос 85 миллионов на 17 придворовых, пришкольных вот этих комплексных спортивных площадок. 17. И задача стоит в течение двух лет в рамках программы подготовки к празднику, да, эту тему в Тольятти полностью, все потребности удовлетворить. Общественные советы станут центрами власти на места. Главная задача сейчас привлечь внимание активных и неравнодушных людей к насущным вопросам. Об этом губернатор Николай Меркушкин говорил на встрече с руководителями районов Самары и области. Глава региона поздравил участников с Днем местного самоуправления, отметил, что в России реформа началась недавно. Сейчас самое главное заинтересовать население в совместной работе с властью, наладить эффективную обратную связь. В Самаре будет создано 355 общественных советов по количеству микрорайонов. Каждый будет объединять от 2,5 до 3 тысяч человек. Через общественные советы и районных депутатов жители смогут решить вопросы, которые их волнуют прежде всего. Это коммунальные проблемы. Также они будут участвовать в утверждении СМЕД, контролировать работы по благоустройству. Сегодня, что касается Самары, это более, может быть, глубоко продуманная и эшелонированная работа по созданию на местах точки или центра власти, власти, которая должна реально решать проблемы, которые относятся к той территории, где сформирован в итоге тот общественный совет, той или иной территория. Также Николай Меркушкин вручил недавно избранным руководителем муниципалитетов удостоверение глав городов и районов. В выходные в Самаре в рейс отправятся первые дачные маршруты. Обращаем внимание пассажиру, что в этом году не со станции Аврора, как обычно, а с Хлебной площади. Где можно будет купить сезонки и сколько будет всего автобусов курсировать по популярным летом направлениям, узнала Лариса Шалафаст. За рулем автобуса Сергей Никитин колесит по улицам города уже 19 лет. Каждое лето водит самарцев на дачи. Говорит, на этих маршрутах работа имеет свои особенности и требует от водителей большого внимания. В основном с нами ездят пенсионеры, бабушки, дедушки, иногда очень зрелого возраста, которые сами еле передвигаются, а еще носят с собой большие тележки, корзинки. И вот приходится их долго ждать на остановках, помогать им иногда, терпения с ними большого, ждать, когда они рассадятся, чтобы ничего с ними не случилось. В этом году в дачных перевозках задействуют до 80 автобусов. Первый рейс в 7 утра, последний в 20.00. Те рейсы, которые раньше ездили от станции «Аврора», теперь будут отправляться с Хлебной площади. Речь идет о маршрутах 101Д, 157, 167, 173, 174 и 185К. На Хлебной площади теперь можно купить и сезонки. В администрации было принято решение в этом году не изменять тарифы и стоимость проезда на всех дачных маршрутов в этом году будет точно такой же, как и в прошлом году. Один километр, два рубля, две копейки. Также мы сохранили реализацию льготных проездных билетов, где дачники могут приобрести 4, 8 и 16 поездок. Официально дачные перевозки начинаются с 1 мая. До этого времени рейсы пробные. Автобусы будут отправляться по наполняемости. Традиционно в начале сезона дачные рейсы осуществляются по выходным, кроме дней, которые совпадают с религиозными и другими праздниками. То есть 23 апреля, 9 мая, 3 июня автобусы на даче ездить не будут. Подробное расписание движения будет размещено на остановках. Лариса Шалафас, Дмитрий Мешканцов, События. Пересек сплошную линию, штраф 10 баллов, не соблюдал требования регулировщика, еще 5 долой. В 176-й школе советского района Самары прошел конкурс «Безопасное колесо». Дети 10-12 лет соревновались знания правил дорожного движения и фигурного вождения велосипеда. Справились и школьники с трудными заданиями, расскажет Марианна Мирная. Желтый стой, красный жди, а зеленый проходи. Голова во время движения должна крутиться на 360 градусов, говорят инспекторы госавтоинспекции. В школы они приходят именно для того, чтобы напомнить детям быть внимательными и переходить дорогу по пешеходным переходам. Проблема детского дорожного транспорта и травматизма сейчас актуальна. По дороге к городу с каждым днем увеличивается поток автотранспорта. Дети становятся более уязвимы. Поэтому, естественно, такие конкурсы, различные префилактические мероприятия очень помогают детям. В советском районе Самары 26 школ. Все они ежегодно принимают участие в конкурсе «Безопасное колесо». Состязаются в четырех направлениях. Знание правил дорожного движения, оказание первой помощи, автогородок, вождение велосипеда, обычное и фигурное. С помощью веселой игры школьники учат правила поведения на дорогах. Благодаря этому конкурсу дети знают, как переходить дорогу, где воспользоваться нужно пешеходным переходом и как безопасно добраться от дома до школы. И благодаря правилам дорожного движения, изучению правилами дорожного движения, они, оказавшись на знакомом месте, безопасно могут перейти дорогу. Должна сочетаться и теория, потому что теория без практики, она не живая. Уже скоро у школьников начнутся летние каникулы, и детей на велосипедах и роликах на улицах города станет в разы больше. И ради их безопасности соблюдать правила дорожного движения в первую очередь должны взрослые. Мариана Мирная, Сергей Баскин, События. В эту субботу, 22 апреля, Самара присоединится к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Участникам предложат за 30 минут ответить на 30 вопросов о военных событиях. Сдать своеобразный экзамен можно будет на 44 площадках в Самаре и 19 районах области. Также будет доступно онлайн-тестирование. Ожидается, что участниками акции станут в Самарской области более 6 тысяч человек. Кроме того, тест пройдет в 33 странах мира. Для этого задания переведут на 6 языков. Готовили вопросы в Московском государственном университете имени Ломоносова. Это вопросы готовились для всей страны. Вопросы не только на знание фактологии, не только на знание фактов, не только на знание дат, но и на знание подвигов героев, на знание событий, на знание каких-то взаимосвязей. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре в ночь на 21 апреля в одном из дворов на улице Победы на автомобиль «Шевроле Лачете» упало огромное дерево. Оно повредило капот и кабину машины. Владелец авто припарковал его прямо под деревом, видимо, не предполагая, что оно может рухнуть. Но дерево не выдержало напора сильного ветра. В 2016 году от ВИЧ в Самарской области умерло более тысячи человек, что почти на 20% больше, чем ранее. По данным регионального Минздрава, в губернии инфицировано ВИЧ 34,5 тысячи человек, что составляет более процента от всего населения области в возрасте до 59 лет. Спасатели доставили из Рождественного в Самару двух больных с инсультом. В первый раз помощь потребовалась утром 62-летней женщине. Для доставки больной в Самару был направлен спасательный катер. Второй вызов поступил днем. В 14 часов срочная госпитализация потребовалась 64-летнему мужчине с тем же диагнозом – инсульт. Его переправили на катере через Волгу и передали медикам-скорой. В Самаре задержаны участницы группы хакеров, похищавших деньги с чужих счетов с помощью троянов. По данным следствия, подозреваемые рассылали на мобильные телефоны вредоносные программы, с их помощью копируя данные банковских карт. Группа, состоявшая из пяти человек, начала действовать в 2015 году. Ее предполагаемыми организаторами являлись жители Уфы. Там же проживал технический специалист. Двое непосредственных исполнителей были задержаны оперативниками в Екатеринбурге и Самаре. По имеющейся информации, злоумышленники действовали на территории всей России. Только в Чувашии сообщения от них получили как минимум 3000 человек. Холода вслед за центральной Россией добрались и до Самары. Уже сегодня ночью температура местами опускалась до минус 6 градусов. Днем воздух прогреется лишь до 2-7 градусов. При этом возможен небольшой снег и гололедица. По прогнозам синоптиков, аналогичная погода сохранится в губернии до воскресенья. И лишь с началом следующей недели в Самару вернется весна. Поменяли мяч на грабли. Футболисты команды Крылья Совету вышли на уборку самарских дворов. Впервые спортсмены участвуют в весенней уборке. Спортивные субботники прошли в Октябрьском, Советском и Промышленном районах. Вокруг себя футболисты собрали внушительную команду поддержки из юных болельщиков. Марина Кравцова узнала, почему сербу Милану Родичу так понравился российский субботник. Показать класс футболисты Самарской команды Крылья Советов могут не только на футбольном поле с мячом, но и в обычном дворе с граблями. Здесь субботник выдался не только спортивным, но и международным. Звезды спорта с граблями в руках – картина непривычная. Футболисту из Сербии Милану Родичу идея выйти на уборку города понравилась. В стране на Балканах такой практики нет. И русская традиция футбольному легионеру пришлась по нраву. Конечно, надо делать у граждан, чтобы город был чист, чтобы природа могла просто расти потом. Если грязно, то природы не будет. Самарские футболисты не только ногами умеют работать. Белоручками их не назовешь. Помогать природе Милан принялся прямо во дворе. Бензопилой обрезал сухие ветки деревьев. Пример кумиров заразителен. Вместе с футболистом порядок во дворе наводили молодые болельщики. Помочь, чтобы сделать Самару чистой. Пришел, помог и сфотографировался с ним жить. Жители ближайших домов не остались в стороне. Возрождение традиции субботников воспринимают на ура. Я выходила первый раз, у меня был еще ребенок маленький. Потом что-то не выходили. Просто, собственно, никто не организовывал, если честно сказать. Ну, вообще-то надо выходить. И если бы все вышли, больше бы, и мы быстрее бы сделали. И, наверное, уже каждый бы больше дорожил бы этой чистотой и не бросал бы мусор. Конечно, от уборки отвлекались, чтобы сделать фото с футболистом и взять автограф защитника крыльев. Но всего час времени, пара десятков мешков собранной листвы и мусора, и двор буквально сияет чистотой. Можно и отдохнуть по-спортивному. На площадке небольшой мастер-класс от футболиста и состязание среди парней по чеканке мяча. Победителю приз – мяч с автографами игроков крыльев. А всем участникам в подарок билеты на матчи команды и на концерт российских звезд эстрады на площади Куйбышева 22 апреля. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовят репортажи в следующих эфирах. Выходит из-под порья. Предприниматели, нелегально работающие на Алма-Атинской, встретились с главой города, чтобы обсудить перспективы легализации. За мусор ответят. Жители частного сектора на Садово и нежелающих платить за вывоз отходов накажут рублем. Хорошие работники всегда на субботнике. Журналисты Самары ГИС присоединились к генеральной уборке города. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам. Увидимся.